Наша задача не в том, чтобы сидеть и строить злокозненные планы по развалу России. Наша задача сделать так, чтобы Украина процветала. А Украина будет процветать в том случае, если у нее будет много инструментов. Если мы будем с головой. Если мы будем понимать мотивы, почему те же самые англосаксы идут в Центральную Азию. Фикрет рассказывал Шабанов здесь у нас в эфире об этом. Это не только Фикрет. Почему это будет одно из мейнстримовых направлений? В 21 веке. И наконец... Давай объясним публике. Еще раз повторим. Ты сказал, но педалируем. Почему этот узел крайне важен? Потому что там сходятся интересы Китая и англосаксов. Таких узлов в мире очень мало. Практически нет. Там еще до Центральной Азии. Новый шелковый путь, который пойдет через Юго-Россию предполагаемую. И контроль британцами. Частично этого нового шелкового пути. Британцами, американцами. И нефти и газы, которые идут через Каспийское, Кавказский регион. Потому что это Новороссия. В дальнейшем Юго-Россия она создает подушку. До которой они будут доставать агрессивные планы. Следующего Путина. Это идеальная история. И эта логика там работает уже тысячи лет. Начиная с Урарту, по-моему. Царство там и всего остального. Но этот Кавказский узел, он крайне-крайне важен. Мы еще будем говорить на эту тему. Мы пригласим специалистов по Кавказу. Того же Резвана Гусейнова. И других. Потому что, ну, поймите, в этом мире, а давай просто для альтернативы поищем места, а где интересы Китая, Англосаксов совпадают. Хоть где-нибудь еще. Я не могу найти такого места. Сходу вот так. Там, да, там совпадают. Они заинтересованы в шелковом пути, а британцы заинтересованы в том, чтобы за ним присматривать. Британцы и американцы. А я больше обезда не вижу. Там везде сплошная противоречия. Так это же очень... То есть, смотри... Место наложения интересов очень плотных. Да, по морю, смотри, по морю Китай всегда... По морю Китай всегда напирается, упирается в Англосаксов. Ну, проиграет, конечно. Потому что у тех мощнее флот. А вот он попытался построить по суше коридоры, которые... Да, это что-то альтернатива морским путям. Да. Контролю. Да. И вот если мы вписываемся в такую архитектуру Англосаксов, то тем самым мы становимся одной из несущих конструкций на глобальном уровне. Они кровно заинтересованы, чтобы несущая конструкция была прочной и стояла веками. Да. То есть, у нас появляется очень четкая точка опоры. То есть, у нас появляется вовлеченность в экономические потоки. Грозительные. Кстати, наша классическая историческая тема тоже архетип. Теперь включи еще раз карту вот эту, которая на английском языке. Давайте посмотрим еще раз на Черное море. Потому что там есть... Вот смотрите, Черное море. Теперь посмотрим. Если появляется Юга Россия, то мы можем организовать с Турцией и со всеми странами ОЧС, которые входят в... Короче, вот это черноморское пространство. Болгария, Грузия, Турция, Украина, Россия. Ну, сегодня там, да. Румыния. Кто там еще? Вот. Так вот. Если появляется Юга Россия, то мы можем создать проект вот этого вот кольца. Большого транспортного кольца. Вокруг Черного моря. Транзитного кольца вокруг Черного моря. Там эти планы давно существуют. Там восьмиполосный автобан, железная дорога, там и так далее, и так далее. Одна из последних диких неосвоенных территорий вокруг морей. Да. Вот, понимаете? То есть появляется логистика и появляется перспектива появления Черноморского союза там, да? Да, очень сильного. Да. Это может быть альтернатива Европейскому союзу, это может быть просто экономическое пространство, но у нас появляется возможность как бы играть в крупные игры. У больших игроков появляется, и у региональных игроков, у соседей появляется кровный интерес, чтобы Украина была и продолжала цвести. Да. В будущем. Вот это очень важно. Да. Потому что, если сейчас мы попытаемся просчитать, а зачем надо миру, в самом циничном макиявелевском смысле, зачем миру нужно, чтобы существовала Украина? Ответов будет не так много, поверьте мне. Да. Так вот смотрите, сегодня вот эти проекты, они не могут быть реализованы. Мы должны прошиваться, чтобы в нас были заинтересованы. Вот эти проекты этого кольца не могут быть реализованы, пока Россия находится в блоковом конфликте с Западом, пока у нее есть мотивация соответствующая давить Украину. И, соответственно, если появляется Юга-Руссия, то появляется как бы возможность строить ее нормально. Во-первых, дать экономическую базу для того, чтобы она хорошо просветала. Да, однозначно. Она может очень быстро разбогатеть. Да, да. Это будет выгодно. Вот. То есть, во-вторых, это будет дружественный нам режим. Однозначно. Потому что они будут находиться вот в этих... Они будут кровно заинтересованы в хороших отношениях с нами. Да. В-третьих, это, опять-таки, еще один момент. Это будет дружественный режим к странам Кавказа. Кавказа, Казахстану, Центральной Азии, Китаю. То есть, со всех стран хороших. Да. То есть, появляется Демпфер для стран Кавказа, для Азербайджана, для Грузии. Они в этом кровно будут заинтересованы. Кавказских республик, которые пока в составе России. Дагестан, Чечня, вот это все. Они будут кровно в этом заинтересованы. Вот. И, соответственно, стабилизируется просто территория. Потому что не будет, нет смысла участвовать в этих постоянных войнах и в этом играть. Все. На таком пересечении интереса, в огромные деньги. Все более-менее равноценно. Развиваются. Да. Нет резкого дисбаланса сил, то есть, соблазна применения военной силы нет. Как бы, да, и так далее. За этим присматривают самые сильные мировые игроки. Радуйся, да, и зарабатывай деньги только. Да, 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 да. То есть, 12 миллионов человек там, по-моему, проживают там вот сейчас в Южной Федеральной Мокрой, где там плюс-минус, около 15, допустим, там, да. Вот. Значит, и, соответственно, еще одна характеристика этих людей. То есть, там же много наших украинских. То есть, Кубанская вот это все. Смотрите, Скорпатский, Скорпатский, я вот этот пример приводил, уже у нас в эфире приводил его Данила Яневский. Посмотрите, этот эфир. Исторический, он отличный. Вот. Скорпатский тогда, в 1918 году, он пытался реализовать этот проект, по сути. Потому что он тогда обратился к Атаману Краснову. Они пытались договориться по поводу того, чтобы создать союз. Ну, он обозначался там, как союз вот этой демократической России, там, и так далее, и так далее. Когда Скорпатский понял, что без немцев он не устоит перед большевиками, потому что не успел создать армию, вот, то он начал искать механизмы, которые позволят получить оружие от Антанты и которые получат получить союзников. Так вот, именно с вот этим донским казачеством они попытались создать, ну, как бы, облияние. Пользуясь просто историческими связями. И его заплевали с Черновым. Ну, конечно. Рассказали, что не треба. Да. И там было 20 тысяч штыков у Краснова, там были договоренности по поводу поставок оружия. Там был ключ к Антантину, к Ленд-Лизу тогда же. Да, да, да. Ключ к Ленд-Лизу, то есть выбраться из вот этой ловушки, когда у тебя нет союзников, когда у тебя нет оружия, когда тебе не хватает ресурсов. И идеальная схема получилась. Просто кавказская нефть, все, что надо. Да, да, да. Вот, поэтому, смотрите, у нас есть вот эта историческая база, да, то есть наши попытки, вот эти вот маневры, там, да, они содержат себе вот эту историческую базу, которая была, вот отталкиваясь от которой и видя, как она не была реализована, каким это последствиям привело, мы можем планировать логику своих дальнейших действий. Да, там была Хазария историческая. Да. И там было тьму Тараканское княжество историческое. То есть там, вы смотрите, это что там показывает, что формы государственности там возможны. География, логика, соседи позволяют существовать там государственности, потому что там была очень мощная государственность, начиная от Хазария, заканчивая тьму Тараканское княжество. Это как бы не на пустое место, оно все может прийти. Государственные формы на этой территории уже существовали, существовали столетиями и устойчивыми. Поэтому там все шансы создать ее к взаимной выгоде. Более того, туда же автоматически могут самые меняемые из россиян переехать. Там можно создать университетский центр, академический центр, какой угодно центр, хоть науки, искусство и кино, потому что и, возможно, самые смелые эксперименты для тех россиян, которые не разделяют традиционный российский архетип самодержавный, подавление всего, а хотят построить альтернативную Россию, там пометуя, например, традицию Новгородской республики торговой, пометуя казаческую традицию. Там вообще уникальное культурное явление, традиция политическая, и я думаю, над ним нужно работать очень плотно. Спасибо. Спасибо.